Уважаемые коллеги, возможно, небезызвестный вам Кирилл Шарков, он организовывает очередную встречу в декабре, конференцию, и пишет мне письмо, Артур Александрович, все знают, что акта это вы, а вы это акта. Надеюсь, что в этой аудитории тоже есть люди, которые знакомы с этим методом. И вот, пожалуйста, как говорят французы, вуаля, хотите новенького, вот аналитика катартической терапии с позиции геологического подхода. Рассмотрим эту проблему. Аналитика катартической терапии – это современная модель психотерапии, основанная на теории личности и концепции невроза Владимира Николаевича Мясищева. И основным методом является диалог с воображаемым другим. Диалог с воображаемым другим недостаточно изучен в современной психологии. Он имеет отношение к проблеме самоидентификации, поскольку в сущности есть диалект человека с самим собой. Самоидентификация – это главное событие духовной жизни пациента, как у любого человека, когда прошлое и будущее сливаются в настоящем. В актах самоидентификация является результатом катарсиса интеграции, кульминационного момента психотерапии. «Познай себя» – это, пожалуй, главный девиз любой личностно ориентированной психотерапии. Эти слова начерпаны над входом в Дельфийский храм Аполлона. И приписывается эта знаменитая фраза Сократу. Вот он говорил, «Душа, если она хочет познать самую себя, должна заглянуть в душу другого человека и увидеть себя в ней, как в зеркале». Следовательно, для самопознания человеку необходим другой, необходим диалог. Цель доклада. Целью доклада является рассмотрение аналитико-катартической терапии с позиции идеологического подхода в психологии, в частности, с точки зрения концепции отечественных ученых Бахтина и Выгодского. Работа этих мыслителей сходится в идеологическом построении сознания, а также в выделении монологической и идеологической форм. Вот, пожалуйста, два наших соотечественника. Слева Выгодский, справа Бахтин. Выгодский представлял внутреннюю умственную деятельность как неотъемлемо диалогическую и говорил о диалогической природе человеческой мысли, что соответствовало и Бахтину. Для Выгодского диалог – это конкретный психологический эквивалент социальной природы мысли. Это совокупность всех социальных отношений, конструирующих человеческую сущность. Идеологическая концепция бытия Михаила Михайловича Бахтина. Идеологические отношения людей – явление, которое пронизывает всю человеческую речь и сознание, все отношения и проявления человеческой жизни. Понимать человеческую личность возможно только благодаря диалогу, так как сам человек не может стать собой изнутри, он не видит своих границ и не имеет образа себя. Его бытие становится определенным благодаря существованию других, благодаря оценкам и отношению других. Человек получает некоторую определенность, становится чем-то. Вот, пожалуйста, схема диалога с воображаемым значимым другим в аналитико-катартистической терапии. Вы видите, что по существу это не диалог, а это триалог. Здесь присутствуют три фигуры. Это пациент, его «я», это визави, значимый другой, что является проекцией «я», и терапевт. Терапевт находится между пациентом и его проекцией. И главная техника, которую терапевт использует, называется дублирование. Дублирование. Дублирование – это психодраматический термин, означающий, что терапевт поступает в качестве дубла на месте пациента и выражает его чувства. Извините, меня хорошо слышно? Здесь все время какое-то эхо раздается. Он, терапевт, стремится быть внутренним голосом, вскрывать тайные мысли и желания. В научной психологии этой процедуре соответствуют такие понятия, как означение, символизация, вербализация. В акта терапевт использует технику двойного дублирования, сталкивая противоречивые внутренние позиции пациента. Суть диалога в акта заключается в прояснении неотчетливых переживаний пациента. В процессе этого диалога неявный, имплицитный опыт пациента, существовавший прежде в довербализованной, дорефлексивной форме, в результате вербализации становится явным, эксплицитным. Это процесс превращения внутренней речи, еще не вербализованный во внешнюю, коммуникативную речь. Каким же образом неотчетливые, неосознанные переживания становятся доступными сознанию пациента? И какова в этом процессе роль терапевта? Чтобы разобраться в этом, необходимо обратиться к концепции внутренней речи Льва Семеновича Выгодского. Портрет Выгодского Согласно концепции интериоризации, формирование внутренних структур психики происходит благодаря усвоению структур внешней социальной деятельности. Внешняя речь, коммуникативная, интериоризуется во внутреннюю речь, речь для себя. Диалоги с другими трансформируются во внутренние диалоги. Другой репрезентирован во внутреннем мире человека. Внутренняя речь есть речь почти без слов. Внешняя речь есть процесс превращения мыслей в слова. Внутренняя речь — это этап на пути к внешней коммуникативной речи. Это отрезочная, фрагментарная и сокращенная речь, в которой смысл преобладает надзначением. Внутренняя речь есть в точном смысле речь почти без слов. Во внутренней речи отмечается на речах компонентов, которые к языку и речи отнести довольно трудно. Это различные образы, эмоции и чувства. Во внутренней речи знаковый компонент психики, то есть, собственно, внутренняя речь, образует неразрывное динамическое единство с образным и эмоциональным компонентами нашей психики. Речь тем самым представляет собой деятельность по вербализации образов сознания человека. «Мысль не выражается, но совершается в слове», — пишет Выгодский. На стадии внутренней речи некоторое содержание еще совершенно недостаточно воплощено в языке, чтобы стать сознательным. Для того, чтобы психический процесс стал полностью сознательным, язык должен проявить всю свою упорядочивающую силу. Мысль, превращаясь в речь, перестраивается и видоизменяется. Мысль не выражается, но совершается в слове. Из чего рождается мысль? Мысль не рождается из другой мысли. Она рождается из мотивирующей сферы нашего сознания. Эта сфера охватывает наше влечение и потребности, наши интересы и побуждения, наши аффекты и эмоции. За мыслью стоит аффективная и волевая тенденция. Вербальная мысль развивается в следующей последовательности. Первый этап — это мотивирующая сфера сознания. Аффективно выливает тенденция влечения, потребности, интересы, побуждения, аффекты и эмоции. Далее мысль, затем внутренняя речь, и, наконец, речь внешняя, коммуникативная. Сначала был мотив. Полное понимание чужой мысли становится возможным только тогда, когда мы вскрываем ее мотивацию. Тот самый утаенный внутренний план речевого мышления. Неосознанные содержания, которые на пути в сознание, не находят своего вербального выражения, не достигают своего полного сознательного выражения. Об этом Выгодский пишет. Слово, лишенное мысли, есть прежде всего мертвое слово, но мысль, не воплотившаяся в слове, остается стигийской тенью. Выгодский предполагал, что внутренний диалог — это диалог с нашим подсознанием. Бессознательной речью является наша внутренняя речь. Она не проливается в состоянии бодрствования, но осознается нами очень редко. Внутренняя речь позволяет нам анализировать наши эмоции, мотивы, мысли и поведение. Это выводит в план сознания то, что обычно остается в сфере бессознательного. Внутренняя речь есть мысль, задержанная на своем пути к слову. Путь от мысли к слову может прерываться в любом пункте этого движения. И любая мысль, которая останавливается в своем движении к свету сознания, содержит сжатые смыслы. Внутренняя речь — это первый шаг мотивации к тому, чтобы покинуть сферу бессознательного и переводиться в свое сознательное выражение. Экстраполяция мысли Выгодского на задаче диалога в аналитико-катартической терапии. Очевидно, что одной из причин задерживать превращение мысли в слово является затруднение в вербализации пациентов своих переживаний. Это результат работы психологической защиты. Именно этот феномен служит мишенью терапевтического воздействия в диалоге акта. Терапевт помогает пациенту вербализовать неотчетливые переживания, осознать его замысел, превратить тайное имплицитное в явное, эксплицитное. В процессе двойного дублирования акт-терапевт прибегает к вербализации как на глубинном, доречевом, досознательном уровне, так и на более дифференцированном, сознаваемом уровне. А значение на доречевом уровне осуществляется через эмпатическое отражение элементов внутреннего мира пациента. В отличие от клиент-центрированной психотерапии, акты не ограничиваются кларификацией и отражением чувств. Акты-терапевт добавляют к отражению чувств когнитивные элементы, используя конфронтацию. В отличие от клиент-центрированной психотерапии, акты не ограничиваются отражением чувств и кларификацией повторения, как говорят мать-учения. Акты-терапевт добавляют к отражению чувств когнитивные элементы, используя конфронтацию. Существенное различие состоит в том, что клиент-центрированный терапевт, применяя вербализацию, отстает на полшага от пациента, в то время как в акта мы идем на полшага впереди. Это связано с техникой диалога, в частности с его функцией декодирования внутренней речи. Декодирование внутренней речи. Как проникнуть в мир переживаний человека, услышать эту внутреннюю, почти безмолвную речь? В акты таким средством является диалог пациента с воображаемым, значимым другим. Чтобы понять сущность этого диалога, следует принять во внимание, что внутренняя речевая активность разделяется на два типа внутреннюю речь и внутренний разговор. Внутренний разговор – это проговаривание и есть диалог с самим собой. Основной же функцией внутренней речи является кодирование мысли с помощью языка и декодирование воспринимаемых слов в значение. Диалог в аналитико-катартистской терапии следует отличать от внутреннего разговора пациента с самим собою или с внутренним воображаемым собеседником, то есть от речи про себя. Диалог в акта – это внешняя коммуникативная речь, которая совершается в процессе кодирования внутренней невербализованной мыслительной речи при активном участии и под контролем терапевта. Михаил Михайлович Бахтин фраза «К человеку можно подойти, его можно раскрыть, точнее заставить его самого раскрыться путем общения с ним, диалогически». Свою идеологическую концепцию Бахтин развивает, опираясь на литературное произведение Достоевского, который создал принципиально новую, полифоническую форму романа. Писатель не манипулирует своими героями как объектами, не судит своих героев, а дает им самим высказать себя, свою правду о мире, свое видение других людей и себя самих среди людей. Таким образом, Достоевский создает полифонию, многословие, и его задача – не судить героев с единственной правильной авторской точки зрения, а сводить героев друг с другом в большом диалоге в мире произведения. Бахтин рассматривал внутренний диалог как взаимоотношение внутренних собеседников. Анализировал творчество Достоевского, он описывал его подход к исследованию сознания героя как внутренне-идеологический. Высказывания литературных героев Достоевского характеризуются идеологичностью. Бахтин называл подобное явление микродиалогом, когда все слова текста двуголосые, и в каждом из них происходит спор голосов. Два героя всегда вводятся к Достоевским так, что каждый из них интимно связан с внутренним голосом другого. Поэтому в их диалоге реплики одного задевают и даже частично совпадают с репликами внутреннего диалога другого. Глубокая существенная связь или частичное совпадение чужих слов одного героя с внутренним и тайным словом другого героя обязательный момент во всех существенных диалогах Достоевского. Факт взаимосвязи реплики одного героя с внутренним голосом другого в произведениях Достоевского крайне важен для понимания сущности метода диалога в аналитико-катартической терапии, диалога с воображаемым другим. Подлинно диалогическим является такое общение, при котором возникает резонанс воспринимаемой реплики собеседника и собственное тайное слово, еще не выделенный вслух, недооформленный в речи и не до конца осознанной мысли. Чужое высказание так или иначе способствует кристаллизации и амплификации своего в качестве ответной реплики другому. В акта это положение находит свое отражение в технике двойного дублирования, технике выявления тайного слова. Опираясь на концепцию палифонического сознания, последователи Бахтина выделяют в структуре «Я» множество относительно самостоятельных голосов, «Я» позиций, которые ранее представляли собой участников некоторых социальных отношений. Каждая из этих позиций выражает различные части личностного сознания, порождая соответствующие воспоминания или истории, нарративы. Это означает, что внутренний диалог на самом деле представляет собой полилог, одновременное взаимодействие между собой нескольких психических инстанций. В данном случае происходит полилог между новыми и прежними участниками внутреннего диалога, осуществляется взаимопроникновение их позиций. Таким образом, если рассматривать внутренний диалог в плане развития, генетически он представляет собой полилог, так как включают в свернутой форме, как правило, генетически более ранние внутренние диалоги. Акта — полифоническая форма психотерапии, сравнимая по структуре с полифоническим романом Достоевского, в котором голоса различных позиций принадлежат их конкретным носителям, героям сочинения. В акта героя — это значимые другие пациенты, связанные с различными этапами его жизни, образы которых репрезентированы в его внутреннем мире. Разведение и развертывание внутренних голосов. Главный принцип диалога в акта, и он же главный технический прием, это разведение внутренних голосов по конкретным значимым другим, носителям определенных смыслов, позиций, с последующим вступлением пациента в диалог с ними. В процессе перехода от сеанса к сеансу от одной значимой фигуры к другой происходит экспликация, развертывание внутренних голосов, другими словами, превращение почти молчаливой внутренней речи во внешнюю вербализованную речь. Диалоги в акте движутся по так называемому герменевтическому кругу, кругу понимания, когда пациент переходит от одной значимой фигуры к другой, устанавливая тем самим связи между фигурами из прошлого и настоящего, выстраивая их в единую психогенетическую цепь. Понимание связи внутренней проблематики с межличностной конфликтностью приводит к росту самосознания и прежде всего осознанию своей роли в конфликтной ситуации, интеграции личности и коррекции нарушенных отношений. Роль терапевта. В акте роль рефлексии и анализа выполняет я пациента, который раздваивается во внутреннем диалоге на две противоречивые позиции я и проективное я. Третьим же участником является терапевт. Он также наблюдает и анализирует, но отождествляясь обеими позициями пациента, способствует тем самым самоотождествлению пациента. Кроме того, терапевт отождествляется с реальным значимым другим, и благодаря этому осуществляется связь внутреннего мира пациента, субъективного мира, с внешним, реальным миром. Диалог-встреча. В процессе диалога усилия терапевта направлены на вербализацию внутренней, смысловой речи пациента, на выявление скрытых смыслов. Внутренний процесс конструирования речи становится внешним и тем самым доступным для исследования и терапевтического воздействия. Терапевт становится соучастником процесса вербализации мыслей пациента, процесса его мышления. Терапевт стремится к тому, чтобы его голос был созвучен тайному слову пациента. Когда голоса терапевта и пациента сливаются в единый голос, тогда-то выражение бахтина происходит встреча двух сознаний. Вот почему пациент и терапевт переживают катарсис одновременно. Спасибо за внимание. Если вопросы, Артур Александровичу. Да, пожалуйста. Я бы хотела вас спросить, как на ваш взгляд, есть ли какое-то пересечение вот этих вот идей все-таки для Милакана. Он все-таки очень много говорил о языке, о бессознательном, яд, другой. Ну, вот как-то, может, чуть-чуть вы их прокомментируете? Ну, с работами Милакана я знаком весьма поверхностно. Ну, там, читаю скорее не самого Милакана, а тех, кто о нем пишет. Поэтому здесь я ничего такого глубинного рассказать не могу. Конечно, это речь идет о лингвистике, конечно, это семиотика, и вот эта вся сфера, и здесь, конечно, очень много общих позиций. Извините, только вот так могу ответить на ваш вопрос. Может, вы порекомендуете что-то, на что стоит обратить внимание при изучении вот этого вот подхода, дабы лучше, например, практиковать? Какие это работы? Именно вот выделите там, у Лугоцкого, на что практиковать? Лугоцкий, глава седьмая, называется от мысли к слову в его знаменитой книге «Мышление и речь». Работы Бахтина о творчестве Достоевского, ну и все эти статьи и сочинения вокруг вот этой тематики. Лурия, конечно, тоже, безусловно. Продолжение следует...